В воскресный день, когда совершалась память преподобного Варлаама Хутенского, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений посетил село Новоалексеевское Первоуральского городского округа. Владыка совершил божественную литургию в храме святого праведного Алексея, Человека Божия. Село Новоалексеевское – тихое пригородное поселение, основанное в самом начале XIX века неподалеку от Екатеринбурга. Первоначально называлось Новыми Решотами. Жили там работники Уральского Верхесецкого завода. При содействии завода управления в 1847 году в деревне, состоящей из домов в одну широкую улицу, началась большая стройка. На холме среди поселений был заложен храм праведного Алексея, Человека Божия. Всего три года потребовалось, чтобы возвести церковь на каменном фундаменте и колокольню. А деревня осталась селом с названием по имени храма Новоалексеевское. Размеренная жизнь сельчан переменилась после революции. В 1922 году храм закрыли, помещение забрали под склад, а потом под клуб. Строили новую жизнь, что мешало под слом. Со временем на месте сильно перестроенного и обветшавшего здания построили дом культуры. Казалось, уже никто не вспомнит про церковь. Но в 1990-х годах здесь возродилась православная община, которая сначала обустроила по дом Божий помещение бывшего магазина, а со временем и с помощью благотворителей построили новую церковь, в стенах которой накануне пришли помолиться с архипастырем многие прихожане. В завершении богослужений правящий архиерей преподал наставление прихожанам, посвятив свое архипастырское слово Евангелию дня и духовному наследию преподобного Варлаама Хутенского, чтимого в этот день Русской Церковью. Владыка также пожелал всем молящимся, чтобы в повседневной своей жизни, в которую у каждого множество забот, мы с верой и благоговением приходили к Господу. Я хочу пожелать, чтобы каждый и каждая, кто сегодня в храме, чтобы вот так относились к нашему Господу, чтобы среди толкотней этой жизни с верой подходили, с благоговением. Если только прикоснуть к Господу. Если я сегодня вечером успокою свои чувства, свой ум, остановлю какие-то мысли, если постою перед тобой, помолюсь тебе, побуду с тобой, то действительно исцелеет моя душа, согреется мое сердце, исправится моя жизнь. Я хочу, чтобы мы это услышали и тоже постарались быть такими, не насмешниками или потребителями, а такими последователями, добрыми последователями нашего Господа.